Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как сохранить приумножить капитал в эти непростые времена. Сегодня хотелось бы поговорить на тему, как правильно копить деньги, при этом не хочется говорить какие-то банальные вещи. Самое простое, самое комфортное правило заключается в том, что 10% своего дохода сразу же направлять на инвестиции. То есть есть такая поговорка, заплати сначала себе. В большинстве своем люди, когда получают заработную плату, они заплатят абсолютно всем, заплатят поставщикам коммунальных услуг, заплатят, если арендуют недвижимость арендатору, заплатят банку по кредитам, заплатят продуктовым магазинам за продукт. Их нет, они пропали. Как пропали? Деньги на вашем счете. Там что-то как-то не сложилось, они пропали. Пуф, все. То есть заплатят всем кому угодно, но только не себе, и мы оставляем эти накопления, то есть это не инвестиции пока что, это только накопление, мы вот вопрос накопления самому себе оставляем на последнюю очередь. То есть первое, что необходимо изменить, это приоритет. Заплати самому себе. Чтобы запустить этот импульс, я говорю, что на первом этапе можно копить даже дома, чтобы эти наличные лежали дома. Да, будет инфляция, да, да, мне кто-то скажет, Максим, это неправильно, зачем это делать при текущей инфляции, лучше я буду копить на счету каком-то накопительном, хоть частично защищу от инфляции. Потрясающе, очень мудрое решение. Мы можем положить ваш чек в фонд краткосрочных инвестиций, затем мы реинвестируем сбережения в счета с иностранной валютой, со сложными процентами, и их нет. Освободите место для клиентов, у которых есть деньги. Следующий. Ребят, еще раз. Первое, если вы этого еще никогда не делали, копите дома наличными, да, там, и каждый раз, когда вы откладываете с заработной платы, то есть 10% получили, тут же сняли в банкомате и добавили к пачечке, да, пачечка, которая лежит дома, просто взяли, пересчитали и добавили еще сверху 10%. Просто вы начинаете развивать некую привычку. Причем это касается вообще всех поступлений. Это касается не только заработной платы, а это может касаться инвестиций. Ну, условно, вы вложились в акции, у вас через месяц стоимость инвестиционного портфеля увеличилась. Возьмите полученную прибыль, 10%, да, и в физической форме выведите, непосредственно положите, отложите. Продали что-то, да, там, на Авито. С проданных денег 10%, то есть с любых поступлений, которые происходят, 10% отложите. То есть это правило, о котором почему-то все знают, но никто не делает. Посмотрите, каким образом изменится ваша жизнь от этого. 2% со своего дохода направляйте на интеллектуальный капитал. Об этом я редко слышал у кого-то, чтобы говорили. Рекомендую вам таким образом поступить. Возьмите просто свой доход, сколько вы зарабатываете сейчас, и просто 2% от этого дохода. Улучшайте свои знания. Два основных критерия улучшения знаний. То есть первое, если у вас доходы не очень высокие, то есть если там нельзя какие-либо курсы проходить, тренинги, пусть это будут книги. То есть в книгах очень много развернуто, очень дается много систем. Делайте приоритеты, два ключевых приоритета. То есть приоритет номер один заключается в том, чтобы повышать свою продуктивность, повышать свою производительность труда. В зависимости от того, где вы работаете, в продажах вы работаете, кассиром работаете, бухгалтером работаете, инженером, дизайнером, без разницы. То есть есть какой-то источник дохода ваш основной, из которого вы получаете свои деньги. Соответственно, в рамках этого источника дохода улучшаете свою производительность. И опять же, на первых порах это могут быть какие-то книги, какие-то недорогие продукты. То есть таким образом вы повышаете свою ценность, вы внедряете эти знания в практическую плоскость, приобретаете навыки, и вы хотите того или нет, у вас начинает расти производительность. Вы становитесь более ярким сотрудником, вы становитесь более эффективным сотрудником, вы просто начинаете давать такие результаты, не банальные. То есть вы начинаете выделяться из общей толпы таких же работников, как вы. Особенно если мы только в начале карьерной резницы, не на высокой зарплате находимся. То есть здесь получается из-за того, что эти знания применяются, то в этом случае просто происходит выделение. То есть это вот как есть ровный ряд какой-то, и из него там лично вы выбиваетесь. И когда опять же у людей станет вопрос, начнутся какие-то лифты социальные, ваши начальники будут расти, повышать кого-то будет, будет ратсация кадров, кого-то будут увольнять. Первый вопрос, который встанет на замещение вакантной должности более доходной, в этом случае более производительный сотрудник будет рассматриваться в приоритете. Это очень важная история, поэтому вот 6 месяцев из 12, читайте одну книгу, ну то есть вот эти вот 2% вашего дохода, направляйте на изучение книги, где вы получаете новые знания в своей профессиональной плоскости, в своей профессиональной среде. Другую часть, которую нужно развивать, это вот именно инвесторское мышление, как еще там принято называть, успешный успех, то есть есть очень много книг, которые это позволяют сделать, начиная там от того же Наполеона Хилла, Думы и Богатей, Дейла Корнеги, как приобретать друзей, оказывать влияние на людей, коммуникация, визуализация, личностное развитие, а также связано с финансами, с управлениями финансами. Здесь опять-таки книги, которые можно порекомендовать в приоритете, это Тони Робинс, «Деньги, мастер игры», тот же самый Бодо Шефер, «Путь к финансовой независимости», это Киосаки, «Богатый папа, бедный папа», Джон Богл, «Не верьте цифрам», такие простое чтиво, то есть, которое очень простое для обывателей, людей, с которыми не имеют специализированное знание, вот именно по обращению с финансами. Там можно подчеркнуть большое количество очень интересных историй, которые получаются через год, если вы за год прочитаете шесть основополагающих книг, те накопления, которые вы осуществите за два года, позволят эффективно распределить с целью достижения финансового результата. То есть, вы сможете составить личный финансовый план, вы поймете, где, как и на чем зарабатываете. Ну и опять же, здесь можно порекомендовать, конечно же, подписаться на наш канал, потому что мы здесь тоже даем много информации, связанной с развитием инвесторского мышления, как оценивать компании, какие-то строить прогнозы, то есть, получать непосредственно информацию и будьте готовы за это платить, будьте готовы за это отдавать. То есть, то, что уже проверено временем, да, какие-то определенные вещи. Что вы получите таким образом? То есть, если вы просто внедрите эту простую методологию. Во-первых, у вас будет накопление, хотите вы того или нет. При этом вы столкнетесь неизбежно с тем, что вам захочется эти накопления потратить, просто поставьте для себя запрет. То есть, это не ваши деньги. У нас есть проект, вот лично у меня есть проект миллион долларов за 8 долларов в день. Соответственно, я там понимаю, что в следующие 20 лет я к этим деньгам не прикоснусь. Что бы ни происходило. Кризис, упали активы, не беру, не вывожу. Все хорошо, эйфория, все растет, все нужно продать, купить, может быть, детям что-нибудь. Нет, не продаю. Второе, что таким образом получаем, когда мы незначительную часть средств направляем еще на развитие своего интеллектуального капитала. Во-первых, это создает очень высокую вероятность роста активного дохода. Раз, потому что мы развиваемся в профессиональном плане. Второе, мы развиваемся в плане того, куда мы можем вкладывать деньги. И поэтому, если следовать этой стратегии, можно говорить о том, что размер денег, которые будут направляться на инвестиции уже через 3, 5, 10 лет, накопительным итогом, потому что у вас будет автоматически расти доход, зарплата будет увеличиваться, будет повышение по карьерной рестнице. При этом вы же продолжаете параллельно 2%. То есть это же не фиксированная сумма, а 2%. И когда доход, допустим, составит там уже 500 тысяч рублей, то 2% от 500 тысяч рублей это 10 тысяч рублей в месяц. 10 тысяч рублей в месяц это получается 120 тысяч рублей в год. То есть за 120 тысяч рублей можно уже переквалификацию сделать, можно какой-то качественный курс пройти, который позволит значительно улучшить свою производительность. Позволит перейти не по вертикали роста осуществить, а по горизонтали в новое направление деятельности, которые непосредственно интересны. Вот именно в процентном соотношении. Потому что из своей практики, из практики своих клиентов, даже если мы будем проходить именно такой путь, во-первых, откладываются деньги, во-вторых, вы становитесь каждым годом все более успешным инвестором. То есть меньше теряете, больше зарабатываете, у вас начинает капитал сам по себе формироваться. У вас растет уровень активного дохода, который приводит к тому, что вы еще больше вкладываете в свои профессиональные знания и в сообщество людей, с которыми вы общаетесь, а это приводит к еще большему росту дохода. То есть таким образом вы просто запускаете вот эту вот лавину непрерывного роста как активного дохода, так и эффективность управления ваших инвестиций. И это вот та история, про которую говорит искусство маленьких шагов. То есть как съесть слона, есть его по маленьким кусочкам. Если взять в абсолюте, ни 10% дохода, который мы откладываем на накопление, ни 2% дохода, который мы направляем пока на первом этапе, только в книге, они не бьют сильно по вашему уровню жизни. И качество жизни от этого не ухудшается. При этом тоже из этих книг вы уже сможете подчеркнуть, каким образом можно сократить свои расходы как минимум на 10%. То есть таким образом вполне реально до 20% своего дохода откладывать в качестве накопления, увеличивать свой активный доход и соответственно увеличивать свой уровень и размер интеллектуального капитала. Это то, что позволит создать вам собственный капитал и запустить вот эту вот спираль постоянного роста, расширяющуюся спираль роста и залог не фиксированная цифра от текущего дохода, а именно процент. Понравилось видео? Ставим лайк, подписываемся на канал, оставляем комментарии. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok